Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравился данный ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, буквально чуть-чуть нам осталось до 1000 подписчиков, помогите мне достичь эту цель. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому кому интересны игровые прохождения, летсплеи в ютубе, переходите, подписывайтесь, давайте вместе добьем 50 подписчиков. Ну что ж, друзья, сегодня у нас 4 матча за Зенит, как мы видим, первые 3 у нас это в чемпионате России. Ну и начинаем мы с матча против Динамо, они идут сейчас на пятой строчке, у нас лидерство в 6 очков. Ну что ж, давайте посмотрим, в любом случае Динамо это интересный соперник. Ну я выпущу даже вот этот состав, который сейчас у нас на поле, я правильно понимаю, что у нас... Ага, то есть вот так вот. Ну пусть будет, я не знаю, даже честно, кого сюда нам даже ставить, с капитанской повязкой. Пусть Азмун выведет команду, мне кажется, он у нас надолго все-таки останется. Поэтому все, Динамо против Зенита, поехали. Итак, ВТБ-арена, Динамо принимает Зенит. Матч чемпионата России. Сегодня у нас матчи будут только, я посмотрел, в чемпионате России. Поэтому как-то так будем готовиться к плей-офф Лиги Чемпионов. Динамо начинает матч, кстати, от обороны, как мы видим. И у них это сразу же получается нам забить. Замечательно, пятая минута. Играют от обороны и забили нам на пятой минуте. Бывший наш игрок Шамкин нам забивает. Вообще замечательно. Малком на подаче. И как неплохо сейчас мы все это разыграли. Бариус забивает. 22-ая минута. 1-1. Супер. И все. Результативная ничья. Шамкин забил нам. Поэтому бывший игрок забивает. У Динамо это был единственный удар в створ. Поэтому как-то так. Бариус стал игроком матча. Замечательно. Итак, после 16 туров мы занимаемся так же первое место. И теперь у нас лидерство не в 6, а в 4 очка. Так, здесь по моей команде. Ловрен. Наконец-то у нас повторный переговор. Можно. Давайте за сумму компенсации. И что у нас получается? Ну, если они согласятся, то это будет 18 с половиной миллионов. Вот. Итого у нас там еще. То есть это будет 20 у нас миллионов. За 20 миллионов мы... Гомеза немножко нам не хватает. А вот немножечко. Вот эти бы все из зарплатного бюджета нам перекинуть. Было бы вообще супер. Так, скауты нам еще находят правого защитника. Но пока что сейчас не время. Ну и Серджи Роберто уже возрастной игрок. Поэтому как-то так. Леорис перешел в Шахтер. Из порта уже даже. А у нас сейчас игра против Уфы. Дальше против Ахмата. И дальше против Тульс-Карсянов. Ну давайте будем ротировать состав. Сейчас разыграли первым. Будем сейчас играть вторым. Так, ну, естественно, не луневый буду выпускать. У которого ужасные рейтинги там. Показатели вон. Поэтому как-то так. Ну что же, абсолютно полностью практически я поменял команду. По сравнению с прошлым матчем остался в составе только вот Дреуси, Ловрен и Пиквард. Все. Остальные, то есть у нас все друг друга заменили. Поэтому Зенит против Уфы. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Уфы. Очередной матч у нас в рамках чемпионата России. Поехали. На Шамуродова. Тот на Чалова. И Чалов забивает с левой ноги. Замечательно. 15-ая минута. 1-0. Зенит выходит вперед. Хорошая передача на Жетуса. Жетуса дает на Шамуродова. И Шамуродов все-таки забивает. На последней минуте каким-то таким нелепым ударом он мяч полетел. И все. 2-0. Зенит обыграет Уфу. И все. Финальный сесток. Уверенная домашняя победа. С счетом 2-0. Чалов, Шамуродов забили. Лучшим игроком стал Элдор Шамуродов. После 17-го тура у нас лидерство все так же сохранилось в 4 очка. Так, что там по нашим переговорам. По Ловрану за 17-200 они все равно как-то хотят. Давайте мы принимаем. И Дэн Ловран переходит в состав Леона. У нас теперь бюджет 18-800. Все равно вот не хватает нам денег. Но в любом случае можем приобрести Аки. Хоть ему и 27 лет. Я вот не знаю. Вряд ли Ферра тот же наберет. Чисто из-за рейтинга мы Аки сейчас покупаем. Поэтому Ферра вряд ли за эти 2 года как-то там наберет 83. Хоть и у Аки и рост 180 я не знаю все равно. Вот правда я не знаю. Попробуем давайте. Может быть вот так. 15% перепродажи. Давайте попробуем договориться с Ливерпулем. Надеюсь у нас это получится. Травмировал нас доев. В феврале он вернется. Ушиб получил он. И там ежемесячный у нас отчет. Так переговоры погоны зашли в тупик. Значит там вообще прям прервали прервали. Все наши попытки его подписать. Значит приобретай Аки. За 17 миллионов. 3 800 у него зарплата. Ловрен да покинул команду. Теперь он не с нами. Итак вот оно происходит. Сейчас подписание Аки. В зенит из Манчестер Сити 27-летний. Центральный защитник. Правда с ростом 180. Но в любом случае чисто из-за рейтинга. Я надеюсь что нам получится сыграться с ним. Вот. Поэтому как-то так. Так. Подписали Аки. Теперь давайте посмотрим по возрасту. Так. А что у нас с Аки? Это все пропади. Лунев. Что насчет у нас Лунева? Вроде как он у него был сейчас 79. Пока что пусть он играет. Потому что это все-таки вратарь. А вот Аздоева надо уже наверное продавать. Терентьева того же мы его выставили. Бариусу сколько? Ну 29. Вот Аздоева бы надо было выпустить. Вот. Ну. Правозащитника мы уже вот ищем. Так что как-то так. Так. Давайте уберем отсюда всех ненужных нам игроков. Корона ему 29. Мне кажется тоже нет смысла. Маркинец тоже. Агентер и центральный защитник. Ну вот они наши правозащитники. Которых нам нашли. Я вот честно не знаю. Я бы приобрел естественно попытался бы Джеймса. Шансы на успех у нас велики. Высоки. Поэтому давайте отправим вот такое вот предложение. Ну я кстати не знаю. Сейчас же да у нас все прервется. Я правильно понимаю. Пикфорд получил предложение от Эвертона. Ну мы отклоняем. То есть Пикфорд не вернется. Его хотят вернуть. Свою бывшую команду. Ригони хотят подписать в Рубин. Пока что ну тоже мы не сильно заинтересованы. Там ему 29 лет. Пока что нормально. Ну вот кстати Джеймса они согласны. Но у нас нету денег. Вот в чем прикол. Так надо с Феррота поговорить. Чтобы это отменить переговоры. Так Пикфорда снова хотят купить. А теперь еще и в Арсенал. То есть здесь Пермапуэлл заинтересована нашим голкипером. Хотят вернуть его на родину. Но мы пока что не подкупли. Так Терентьева у нас хотят купить. Но я теперь вот не знаю как куда я его продам. Вот смотрите правый защитник 67. У нас есть в любом случае Суарес. Давайте будем договариваться. Если что вот этого из Академии мы в любом случае сможем продать. Ну просто это не делал такой игрок у себя в команде. Вот за 450 попробуем продать в Тульский Арсенал. Итак самый громкий переход. Это естественно переход уголя риса. Из порта в шахтер. Закончили у нас. Поэтому все. Я не знаю сейчас надо действительно посмотреть. Пока у нас много денег. В команде. Именно на зарплатном бюджете надо бы посмотреть. Но сейчас получается все. У нас самые низко рейтинговые. Это вот наши игроки из Академии. Поэтому все. Тут пока что так. Мы и оставляем. Так ну давайте сразу зашли бы и поменяли там в составе. То есть у нас будет Аки играть в старте. Тот же Стевенс у нас. Суарес. Пока что Фодан 1. Так ну и все получается. Здесь я не знаю. Вот так вот все сделаем. Ну вот кругового на трансер возьмем. Ну и Аздоев выздоровеет через 3 дня. Играем сейчас мы против Ахмата. Играем на выезде. Соперник на самом деле интересный, серьезный. Так ну как так. Аки не готов играть. Как я вижу. Поэтому выйдет Ассорио в паре с Тахом. Мостовой выйдет вместо Дреуси. И вместо Азмуна выйдет Шамуродов. У него получше там настрой. И также выйдет Регони. Поэтому как-то так. Ну и Караваев будет у нас капитаном на сегодняшней игре. Ахмат против Зенита. Поехали. Ахмат Арена. Ахмат принимает сегодня Зенит. В рамках чемпионата России. Поехали. А от атаки сразу действует Ахмат. И. Подавать. И Шамуродов. Ну все. Ну здесь все как надо было. Именно головой этот парень должен у нас забивать. Он был куплен. Еще когда в составе играл Артем Дзюба. Мы его покупали на чистую замену. Такого вот. Такого именно. Закорослого футболиста. Большого. Чтобы чисто на навес. Если что. И вот здесь очень хорошо. И Паласио с Наригони проткнул мяч. Поэтому супер. 1-0. Мы выходим вперед. На Жезуса. Но не поймали игроки. Ахмата в офсайт. Ну-ка Жезус. И все-таки Жезус здесь-то забивает. Вот это вот обидный гол для Ахмата. Замечательный гол для Жезуса. Один из самых легких наверное в его карьере. Голкипер не видел момент. Вот здесь-то споры были. Вон игроки руки поднимали. Здесь очень хорошо. И от спины. Вот это вот самое обидное. Что ладно бы мяч сразу от штанги Жезусу попал. А тут еще и от спины. Аккуратненько. В ножку. Нашего нападающего. Ну снова 2-0. Все. Заканчивается матч. Снова у нас уверенная победа. Снова кстати забивает Шамуродов. Вторую игру подряд. Надеюсь что в рейтинге он тоже прибавит. Как и Федор Чалов. Ну лучше он снова стал. Вторую игру подряд. Замечательно. После 18 туров у нас лидерство все так же вот в 4 очка. Так Аздоев полностью выстрел. Сантос у нас теперь Трудяга получает новую для себя роль. Ну и последняя у нас сейчас игра против Тульского Арсенала. Я даже не знаю. Ну снова вторым бы составом выйти. Вот Лунева можно выпустить. Почему бы нет. Давайте попробуем новых наших игроков. Того же Стевенса. Ну Караваев пусть сыграет. Аки снова не готов. Поэтому будет у нас связка Ассорио и Прохина. Фодона выпустим на поле. Снова кстати не готов к Дреусе. Азмун зато с хорошей формой. Ну и пусть будет на поле Жезус. Потому что и Чалов, и Шамуродов у них как-то так одинаковые. Там показатели. Поэтому как-то так. Ну ты не скажешь, что этому парню вот 17 лет. Замечательно у нас Риген появился в команде. Поэтому как-то так. Все. Вот таким составом мы выходим. Играем дома. Зенит против Тульского Арсенала. Поехали. Итак, Зенит против Тульского Арсенала. Очередной матч у нас. Чемпионата России. Сегодня только такие у нас матчи. Стевен сегодня дебютирует. Он кстати взял номер Артема Дзюбы. Вот так да. Ну что же. Зенит против Тулы. Поехали. Неплохо. Азмун. На Мостового. И Азмун. Все-таки забивает. Отлично. Мостовое дает голевую передачу. 58-я минута. Сердар Азмун забивает первый гол в сегодняшнем матче. И вот какой момент Луниев потащил. Но сейчас на ответный естественно да. Уже не смогли мы быстро среагировать. Но вот и Тула сравнивает счет. Нам сегодня только Динамо забивали. Но чтобы Тульский Арсенал. Обидно. И ведь Луценко еще забивает. Все. Заканчивается матч. У нас снова ничья 1-1. Правда в этот раз мы впервые вели даже вот в счете. Но потом Тула сравняла. Азмун игрок матча. 7-0 у него оценка. Лидерство у нас теперь в 3 очка. И там Краснодар потеряли свое вот это вот второе место и ЦСКА. Сюда залетели. Поэтому как-то так. Так. У нас здесь переходы. Посмотрим. Ну не переходы. Точнее какие-то предложения. Вот по Луневу. Спейс своего хотят. Отклоняем. Прохина хотят в пункт Хуерву. За 6,5. Но у него мы видим рыночную стоимость 14,6. Это ему тоже кстати неплохо. Так. Что у нас здесь еще нам нашли? Правых защитников. Давайте посмотрим Адриасола. Кстати как неплохой вариант. 27 лет ему. И снова нам нашли Гомеса. Серьезно. Нам снова нашли Гомеса. Ну я не знаю. А он может походу и справа сыграть. Да. У него как центральный, так и правый защитник. Вот это вот у меня впервые. Как только мы сейчас там не договорились с кем-то. Нам сразу же находит этого же игрока только на другую позицию. Так. Что насчет давайте... Клуб не желает. Ага. Понятно. Что-то здесь походу с Джеймсом не пойдет у нас. Общение. Что по повару? Сколько он там? Вот кстати повар не так уж и дорого. 16 миллионов. Попробуем. Отправим предложение. Почему бы и нет. Ну и все. Да. На этом мы заканчиваем. Как мы видим, кстати, нам повезло с жеребьевкой. Мы играем против Реал Бетиса в Лиге Чемпионов на стадии 1-8. Поэтому супер. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok